Валентина Семеновна давно жила одна. Сын Женечка умер, не дожив до 16 лет. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры. Учитель посадил его на лавку и продолжил занятия. А Женя там же, на лавке и умер. Ей сказали нарушение сердечного ритма. Единственный, поздний, любимый. Они с отцом так гордились им. После Жениной смерти муж ушел. Нашел себе молодую еще женщину. Вторая жена скоро родила ему двоих детей. А Валентина Семеновна что? Какая ей жизнь? Она с завода ушла, где кто-нибудь-то нет-нет, да и вспомнит про Женю. Устроилась дворником в соседнем дворе. Деньги небольшие, но разве ей много надо одной? Одежду она себе почти не покупала. Питалась скромно. Все свободное время проводила дома. Смотрела старые альбомы с фотографиями и перебирала вещи сына. По молодости Валентина Семеновна была большая мастерица вязать. Покупала модные журналы. Какие джемперы и свитеры были у ее мальчика. Словно импортные, Валентина Семеновна бережно хранила их, перекладывая веточками лаванды. Однажды на работе прибился к ней щенок, неказистый, косолапенький. Так жалко его стало, что, закончив уборку, Валентина Семеновна забрала песика домой. Назвала просто «дружком» и словно ожила. Дружок оказался псом ласковым и покладистым, сопровождал Валентину Семеновну на работу и терпеливо ждал, пока у хозяйки закончится рабочий день. В еде был неприхотлив, охранял квартиру, а по вечерам клал голову женщине на колени и дремал рядом, пока она смотрела телевизор или читала книгу. Валентина Семеновна, если куда и выходила без него, всегда торопилась вернуться. Дома ждал ее верный пес. Вместе прожили они 17 лет. Как-то, проснувшись, Валентина Семеновна поняла, что нет больше рядом с ней дружка. Он ушел тихо, во сне, не обременяя хозяйку болезнями и лишними тревогами. Она отвезла дружка на кладбище. Существовало такое место в Березовой роще на краю города, где люди хоронили своих умерших питомцев. Валентина Семеновна о нем слышала, а теперь и увидела своими глазами. В каких могилах здесь только не было. Даже памятники стояли настоящие, не хуже, чем у людей. Памятник она ставить не стала, смастерила табличку, где написано просто «Дружок» и недолгие его годы жизни. Она, конечно, осознавала, что для собаки это солидный возраст, но по человеческим меркам выходило, что коротать ей дальше свой век совсем одной. Только и остается ездить на две могилки к сыну и к верному другу. Вернулась Валентина Семеновна домой и слегла. Вставала только в туалет и попить воды. Через трое суток поняла, что не может больше находиться в квартире. Вышла и побрела к автобусной остановке. В роще прислонилась спиной к березе и, поглаживая ладонью земляной холмик, пожаловалась. «Плохо мне без тебя, дружок. Как жить-то теперь?» «Когда-то ты мне помог. Все годы был рядом. Я и миски твои не выбросила. Или жанку. Не могу. Не верю, что тебя нет больше». Слезы стекали по ее впалым щекам и тут же впитывались в землю. Если бы, так же уходила боль. Сквозь соленую влагу вдруг показалось, что холмик шевельнулся. Она вытерла глаза и увидела, что рядом с могилкой дружка копошится маленький пестрый котенок. Он был так худ, что под редким пушком просвечивали ребра, а за ухом зияла открытая, воспалившаяся по краям рана. Как же она сразу его не заметила? Видать, пришел, пока она разговаривала с дружком. Валентина Семеновна подхватила котенка на руки, засуетилась, торопясь побыстрее попасть домой. Найденыш тряпочка лежал на ее руках. Поглядев еще раз на котенка, решительно развернулась от самого подъезда и направилась в сторону ветеринарной клиники, где много лет делала прививки дружку. Валентина Семеновна, удивилась молодая женщина-врач, кто это у вас? Да вот, Олечка, за городом подобрала. Да, Ольга осторожно взяла котенка и приступила к осмотру. Закончив, она с жалостью посмотрела на пожилую женщину. Валентина Семеновна, скорее всего, не жилец эта малышка. Я могу попробовать взяться за нее, но, поверьте, это будет очень дорого, а гарантии никакой. А сколько? Валентина Семеновна мысленно считала дни, оставшиеся до пенсии. Отложенных на черный день средств у нее не было, зато был небольшой, неизрасходованный запас продуктов, на которые не придется тратиться. Ты посчитай, девочка. Ну, пойдемте. Врач села за компьютер. Анализы, рентген, УЗИ, операция, восстановление, лечение, витамины, прививки. Валентина Семеновна почти не слушала. Все поглядывала, как там котенок. Очнулась, только услышав итоговую сумму, превышающую сумму ее пенсии. «Лечи, Оленька», – решительно сказала она. «Найду я деньги». И нашла. Заняла у двух соседок, знавших ее много лет. Все-таки хорошим врачом была Оля. Вылечила котенка. Найденыш оказался девочкой. Говорят, что трехцветные кошки счастье приносят. Правда, это, наверное. Потому что с появлением котенка в доме, вновь поселилась в пустой квартире Радость. Радость звалась кляксой и со своей пестрой, словно размазанной мордочкой. Только вот долг надо было как-то возвращать. Раз во время уборки Валентина Семеновна заметила, что кошечка гоняет невесть откуда выкатившийся синий клубок. И где только нашла проказница, женщина подержала его в руках, потом решительно подошла к шкафу, где до сих пор хранились женины вещи. Достала джемпер из той же самой шерсти, на секунду прижала к груди и принялась распускать изделия. Она так увлеклась, что не заметила, как время перевалило за полночь. Утром, едва поднявшись в каком-то радостном возбуждении, принялась искать коробку с крючками и спицами. Отвыкшие от вязания пальца не слушались. Валентине Семеновне пришлось не один раз распускать ряды, чтобы наконец вспомнить то, чем она ранее владела в совершенстве. Через несколько дней перед ней лежал прелестный детский костюмчик. Она подумала и связала к нему шапочку. Разохотившись, довязала две пары пинеток. В субботу вышла к магазину, у которого по выходным собирался маленький стихийный рынок. Почти сразу подошла молодая женщина. «Боже, какая прелесть! У меня в детстве был точно такой же! Даже фотография сохранилась! Ой, хочу, хочу! Сколько стоит?» Валентина Семеновна нерешительно назвала цену. Женщина посмотрела на нее удивленно. «Дорого, наверное», испугалась Валентина Семеновна. Но незнакомка протянула ей сумму, вдвое превышающую запрошенную. «Берите! И не продавайте так дешево! Это правда стоит дороже! Я просто не хочу вас обманывать!» Валентина Семеновна так обрадовалась, что завернула женщине и шапочку с пинетками. Хоть та и отказывалась. «Пусть!» Внутри у нее все пело от радости. Домой летела, как на крыльях. Грустить с того момента стало некогда. Она освежала и распускала старые вещи. С увлечением вязала детские кофточки. Продавала также у магазина. Недорого. И ведь брали! Вскоре Валентина Семеновна отдала долг одной соседке, чуть погодя второй. А однажды к ней подошла женщина, чтобы спросить, не свяжет ли ей Валентина Семеновна кардиган на заказ из ее пряжи. Мол, готова заплатить хорошие деньги, да вот рукодельницу никак не найдет. Сговорились. Результат заказчице понравился. Так начали появляться первые клиенты. Она больше не была совсем одна. Кто-то звонил, кто-то приходил. Руки ее были заняты делом, а время не тянулось невыносимо медленно. Клякса подрастала, превращаясь в забавную молодую кошку. Она по-прежнему любила катать клубки, и Валентина Семеновна специально оставляла для нее небольшие комочки. От вида играющей кошки становилось ей тепло и уютно. Иногда казалось, что Женя с фотографией тоже смотрит на кошачьи проделки и улыбается. А убирая березовые листья с маленького холмика, она каждый раз говорила «Спасибо, дружок. Знаю, что это ты мне помог. Ведь теперь мне снова есть о ком заботиться. Пусть тебе там будет хорошо. А я, что ж, пока силы есть, приходить буду». И торопилась домой, где ждало ее пестрое мурчащее тепло. Ведь так важно, чтобы ты в этом мире был не один, чтобы кто-то обязательно тебя ждал. Дорогой слушатель! Все истории на канале, взяты из писем обычных людей, из открытых источников интернета. Если вам понравился наш канал, просим поставить лайк, подписаться на него и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.